Ну, вообще, честно говоря, я не мечтал стать художником-живописцем, хотя с детства я рисовал без каких-либо целей стать художником. Так сложилось, что у меня отец по профессии архитектор. Ну, мы переехали в Крым, все, папа работал архитектором еще в Узбекистане. Когда мы сюда приехали, ну, не так было просто там с работой и все такое, но так получилось, что родители устроились в санаторий за Озерном. Мама логопедом, папа художником-оформителем. Ну, и там у него была небольшая мастерская. Ну, и, конечно же, иногда меня брали с собой на работу. Ну, и, конечно же, я заходил к отцу, проводил время с ним в мастерской. Он там себе рисовал какие-то стенгазеты, какие-то там афиши. Я рядом тоже сидел, что-то рисовал. Мне было интересно. О, мастерская пахнет красками, разные баночки, скляночки, красок. Ну, как-то так это все тоже наводит антураж и по-своему вдохновляет. Ну, и я с интересом рисовал это. Ну, и вот с этого как-то и началось, что предложили художественную школу. Подумали, может быть, я как-то пойду по стопам, может быть, из меня тоже что-то выйдет. И когда уже заканчивал художественную школу, я уже знал, что есть художественное училище в Симферополе. Есть два отделения – дизайн и живопись. Поступал я на дизайн. Был уверен в том, что буду заниматься именно дизайном. По воле судьбы так получилось, что я не поступил на дизайн. Мне предложили временно поучиться на живописи. Ну, меня эта атмосфера так поглотила, вдохновила, что я решил остаться доучиться на живописи. И так сложилось, что когда я уже поехал после училища поступать в Харьковскую художественную академию, я подумал, хоть на этот раз поступить на дизайн. Когда я уже приехал со своими училищными работами в приемной комиссии, показываю, меня спрашивают, куда ты хочешь поступать. Я говорю, ну, или на промышленный дизайн, или на дизайн мебели. Они, глядя на мои работы, один из них даже встал, подошел ко мне рядом на мои работы, на меня, и говорит, слушай, не выдумывай, иди пиши заявление на живопись. Потому что там уже было видно потенциал живописца. Как бы я ни сомневался бы в этом, как бы я ни пытался бы уйти от живописи, все равно жизнь меня направляла именно в это русло. Ну, вот скорее, наверное, так и получается, что не я выбрал профессию, а профессия выбрала меня. Ну, если мои работы определять уже каким-то определенным жанром, то можно сказать, что они пишутся в смешанных жанрах, в жанре импрессионизма и экспрессионизма. Вообще, я смелюсь сказать, что я владею разными техниками, так как я прошел, так сказать, всю школу образования в данной деятельности, и техники пробовались разные. Реализм был актуален ровно до тех пор, пока не появился фотоаппарат. Точнее, когда уже утрачивалась актуальность передачи, скажем, там, изображения реалистичным образом на холсте, то так появились художники, так называемые импрессионисты. Они были в свое время новаторами данной техники, вот техники крупным мазком или, так сказать, мозаичным мазком. Время, так сказать, требовало какое-то новое новаторское выражение. И художники начали как-то вот обобщенно работать. Импрессионизм и экспрессионизм подразумевают то, что создающий картину художник-автор в этом направлении подразумевает то, что он передает таким образом, прежде всего, эмоцию. Характер цвета, характер настроения от взаимодействия цветов, то есть более какие-то новаторские, смелые какие-то решения в изобразительном искусстве. И моя техника располагает подход здесь и сейчас. У меня такой характер, что я не могу сидеть долго на одном месте, то есть я достаточно подвижный человек. Именно поэтому я и выбрал свою деятельность в таком ключе, чтобы это было быстро, качественно, профессионально интересно. Вот я работал все это время над тем, чтобы совместить все вот эти вот качества, которые были бы сопутствующими моему характеру. Я спешу жить. Вообще атмосфера Крыма, она такая вот вдохновляющая и созидательная. Я люблю вообще ездить по Крыму, открывать для себя какие-то новые места, восхищаться бесконечно. И не только по Крыму, и вообще по разным городам, странам. Опять же, в силу своей деятельности мне иногда приходится с удовольствием выезжать куда-то. Это здорово, но всегда приятно возвращаться в Крым, иметь, так сказать, здесь базу. Особенно остро я это стал осознавать и ощущать, когда вот все-таки я жил в Харькове. Пока учился, пока я там формировался, вел свою, так сказать, активно творческую выставочную деятельность. Я ездил по разным городам Украины, Европы с выставками. То есть я там реализовывался как художник, да. Но уже вот спустя 10 лет, и я уже все больше чувствовал вот эту тягу именно к родине, да. Именно вот к родной земле, к родному воздуху, к родному шелесту деревьев и к родному пению кукушек по утрам. Я понимал, что я бы хотел все-таки быть у себя дома, в Крыму. Крым это своего рода мекка такая для творчества.